Ничего что мы к вам спиной. Спокойной ночи. Всем огромный-огромный привет! Вы на канале Аглая Марс. Здесь о парфюмерии, косметике и просто жизни в компании оперной певицы и ее Далматина. Вы смотрите рубрику дайджест недели, но что-то мне подсказывает, что это уже не дайджест недели, а дайджест целого месяца. У нас с вами начался март месяц и сегодня я вам немножко расскажу о том, что я смотрела, что я слушала в феврале месяце, какой косметикой я пользовалась. Я уже выставила здесь, как вы видите, целую батарею косметических средств. Также я вам расскажу о своих небольших косметических покупках и расскажу вам об одном очень классном бюджетном косметическом бренде, который вы обязательно должны попробовать. Мне очень нравится эта рубрика, потому что она, с одной стороны, и болтологическая, с другой стороны, и полезная для кого-то, потому что здесь я даю отзывы о каких-то средствах, показываю покупки. Поэтому обязательно оставайтесь и, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Мне это будет очень приятно. И обязательно проходите в наш телеграм-канал, где мы с вами общаемся на все темы. Там я выпускаю какие-то болталки, которые выпускают только для телеграм-канала. Ну и, в общем-то, у нас там уже образовалась очень уютная, женская такая, прям, знаете, дружеская комьюнити, обязательно к нам присоединяйтесь. И давайте начнем с обзора моих недавних покупок. И под руку мне попадается вот такая вот вещь. Это сыворотка от Леврана с витамином С. Единственное, я не поняла прикола, почему эта Леврана стала поставлять свои средства в таких вот невразумительных совершенно коробках, потому что обычно все их средства и сыворотки, и кремы, и гидролаты поставляются в таких вот классных тубусах. Они очень удобные, я их просто обожаю. Во-первых, они закрываются в крышечку, то есть в них можно что-то перевозить, в них можно хранить кисточки, канцелярские принадлежности, косметические карандаши. И меня это неприятно удивило. Я рассчитывала на еще один такой суперпрактичный тубус. Но что имеем, то имеем. Марка Леврана мне очень-очень нравится. Я очень много что пробовала в этой марке. У меня был такой период в жизни, когда я пользовалась только органической косметикой, и, как правило, это была именно Леврана, потому что она довольно бюджетная, у нее классные составы, она отечественная, и мне это очень-очень нравится. Что я хочу сказать по поводу этой сыворотки? Я ее уже хорошенечко попользовалась. Вот так вот выглядит сама баночка. Я обожаю все продукты с витамином С. И я считаю, что витамин С это компонент, на который нужно обязательно обращать внимание в уходовой косметике, особенно тем, у кого возрастная кожа, а также тем, у кого есть пигментация пост-акне, потому что пост-акне это тоже пигментация. Данная сыворотка заявлена как осветляющая для лица и области вокруг глаз с устойчивой формой витамина С. Форма витамина С здесь аскорбиновая кислота. Это довольно бюджетная форма витамина С, но, тем не менее, она довольно эффективна. Я всегда рекомендую проводить аллерготест. Если вы используете какой-то продукт с витамином С, обязательно проводите аллерготест на сгибе локтя для того, чтобы убедиться, что ваша кожа не реагирует на такие компоненты. Что вообще я заметила при использовании данной сыворотки? Это абсолютно не первый продукт с витамином С в моей косметичке. Я покупаю очень много средств, но все-таки предпочтение всегда даю сывороткам, потому что сыворотка – это своеобразный концентрат. Она очень классно проникает в кожу, она всегда дает, ну, как правило, она дает более видимый эффект, чем какой-то крем или маска. Что делает данная сыворотка? Осветляет ли она пигментацию постакне? Постакне – это моя беда. Как вы знаете, у меня довольно много постакне, у меня есть и рубцы, и, в общем, все прелести жизни. Пока что, я использую ее около полутора недели, пока что я не могу сказать, что есть какое-то суперосветление, но в целом общем, я всегда это говорю, когда рассказываю про продукты с витамином С, выравнивается общий тон кожи. То есть лицо как-то становится более равномерный тон лица, да, более равномерный тон кожи. Возможно, возможно, вот эти вот мои покраснения, возможно, они действительно немножко преуменьшаются, но, честно говоря, я не стояла там с лупой, не фоткала до-после, вот, поэтому ничего такого я не заметила. Выравнивается тон лица, кожа подсвечивается как бы изнутри, она становится, она выглядит более здоровой, более холеной. Как я использую эту сыворотку? У меня есть такой свой способ, у меня есть ночная маска от ПОЕ с витамином С, и я не наношу ее обычно утром, я наношу ее на ночь. Я наношу эту сыворотку, она моментально впитывается, она очень-очень комфортная, я боялась, что она будет немного масляная, потому что все-таки это органический продукт, обычно там какие-то масла, что-то еще. Нет, она безумно комфортная, она распределяется как водичка, моментально впитывается, и можно даже ничего сверху не наносить, потому что она дает такой легкий эффект увлажнения. Эта сыворотка подойдет тем, у кого жирная и комбинированная кожа. Для сухой кожи этой сыворотки будет недостаточно, но я в принципе всегда советую, неважно какая у вас кожа, хватило ли вам от сыворотки увлажнения, я всегда рекомендую запечатывать сыворотку кремом, так она лучше будет работать. Я ее запечатываю маской с витамином С от ПОЕ, и на утро моя кожа выглядит просто супер, намного лучше, чем когда я использую маску ПОЕ в соло, более отдохнувший тон лица. Кстати говоря, почему вокруг глаз? То есть немножечко она осветляет круги под глазами, как и любой продукт опять-таки с витамином С. Единственное, я когда первый раз ее использовала, я немножко затупила, и как начала вот здесь по векам ее зачем-то разносить, и потом я уже легла в постель, смотрела здесь телек, и у меня ужасно просто защипало и зажгло глаза, я пошла все это смыла, поэтому если вы захотите эту сыворотку использовать для области вокруг глаз, просто вот здесь вот немножечко ее нанесите, да, где у нас вот эта подглазная зона, не надо повторять моих ошибок, тут что-то наносить. Конечно же, эта сыворотка будет щипать, я должна была как бы об этом догадаться, но просто было уже поздно, я вообще ничего не соображала, очень сильно устала, за что я поплатилась. Здесь очень классный состав, не буду читать весь, так вот основное, да, вода, алоэ, вера, гель, экстракт водный шалфея, это вот, кстати, вот, грубо говоря, вот этот гидролат шалфеевый, которым я сейчас пользуюсь, глицерин, витамин С, аскорбиновая кислота, растительный пропиленглюколь, бензоиловый спирт, кстати, он абсолютно не ощущается и не сушит кожу, но лично мне, ксантановая камедь, очень масло брокколи, и тут пошли вот эти вот москлосквалан, это очень классный компонент в косметике, эфирки пошли, эфирное масло бергамота, экстракт шиповника, ну, в общем, вы поняли, супер натуральный состав, абсолютно никаких критических, критичных, критических ингредиентов в ней нет, очень рекомендую попробовать, и вообще, в целом, я рекомендую попробовать косметику Леврана, особенно, если вы любите такую органическую косметику, мне кажется, она уже завоевала доверие на рынке, она бюджетная, она классная, и она рабочая. Следующая моя покупка довольно смешная, но я просто никак не могла пройти мимо вот этого, это бальзам для губ от марки Зозу, это, наверное, все-таки китайщина, а не коричневая, как мне кажется, в общем, эта вещь на Вайлберисе стоит 69 рублей, и мне, если честно, очень понравился сам формат, потому что я гигиеничками вообще пользуюсь обычно только на ночь, у меня прям какой-то пунктик, если у меня губы сухие перед сном, все, я просто не засну, это какая-то зависимость, от нее надо избавляться, но что имеем, то имеем. Вот так вот выглядит это милашество, очень похоже на коробочку, с которой обычно мужчины делают предложения своим любимым женщинам, и сам бальзам выглядит вот так, и для меня это оказалось очень удобно, потому что, во-первых, она очень симпатично смотрится на полочке, мне очень нравится, как выглядит эта коробочка, во-вторых, это очень удобно в том плане, что не надо ничего выкручивать, просто достал, мазнул, очень большая, да, площадь, сразу все губы намазал, закрыл, практически ничем не пахнет этот бальзам якобы с персиком, но абсолютно практически нет никакой отдушки, я бы даже сказала, что отдушка какая-то мыльная, я вообще думала, что это будет полная ерунда, что он будет очень твердый, ну, потому что он очень дешевый, но на самом деле нет, он довольно мягкий, он не создает какую-то пленку на губах, короче, я очень удивилась, что этот бальзам за такие деньги действительно довольно неплохой, я подразумеваю, что у него нифига не безопасный состав, потому что все эти китайские алиэкспрессные товары, тем более для губ, ну, как правило, это супер дешевое минеральное сырье, но познакомиться зашло, и мне очень нравится, блин, этот формат, и я думаю, что я посмотрю такой формат у более, так сказать, у более безопасных брендов, может быть, каких-то брендов органической косметики, потому что все-таки мы наносим это на губы, то есть фактически мы это едим, но это оказалось суперудобно, если вы не запариваетесь по поводу составов, то я вам очень рекомендую, зачем платить больше 69 рублей, ни пленки, ничего, прекрасно увлажняет, мне эта вещь очень зашла. И продолжая тему покупок, я хочу вам рассказать об одном очень классном косметическом отечественном бренде, ну, как отечественном, я живу в России, для меня он отечественный, это не рекламная интеграция, говорю сразу, бренд мне ничего не платил, у нас нет никаких абсолютно договорников, это просто моя инициатива, потому что я считаю, что о таких брендах стоит рассказывать, они делают действительно классные вещи и не ломят за это ценник, да, мне кажется, в каких-то своих старых видео я уже проговаривалась про их косметику в покупках или в пустых баночках, ну что ж, поговорим еще, у меня на канале много новеньких, что я приобрела у этого бренда за последнее время? Я приобрела вот такую вот маску, это антиэйдж маска молодости, растительные стволовые клетки, пептиды, масло макадамии, для всех типов кожи, мгновенное питание и увлажнение. Так вот она выглядит, очень симпатичное оформление, вообще эта косметика как бы считается а-ля профессиональная, и довольно как-то странно, потому что вот я уже как-то говорила, когда я жила в городе Петрозаводске, я ходила к нескольким косметологам, и одна из косметологов работала на этом бренде, она делала какие-то процедуры и потом накладывала мне косметические маски Charm & Cleo, да, это бренд Charm & Cleo, накладывала мне косметические маски, тоники, тонеры, кремчики, что-то такое, и в конце концов я просто приобрела полную линейку у них для проблемной кожи, и она тогда стоила дороже, вот прямо ощутимо дороже. Я тогда знать не знала ни про какие маркетплейсы, ничего такого, это был, наверное, год где-то 2013-2014, естественно, в салоне всегда наценка, но даже с уровнем наценки это было дороже, и каково же было мое удивление, когда где-то полгода назад я наткнулась на этот бренд на Valveris, и удивилась, что это очень дешево, и я подумала, может быть, у них испортилось качество, может быть, что-то такое, но когда я попробовала их косметику, я поняла, что нет, уровень качества остался, и это не может не радовать. Об этой маске. Вообще, вот эти маски Charmin Cleo, такие вот кремовые, они мне чем нравятся? Ну, я имею в виду вот такие питательно-увлажняющие тем, что этот способ проверен уже не на одной маске, она может работать как несмываемая ночная маска, единственное, что здесь нужно регулировать как бы уровень слоя, да, то есть если вы хотите ее нанести и смыть, конечно, лучше нанести пожирнее, но, в принципе, вот что вот эту антивозрастную, что у меня есть вот такая вот масочка молочная с экстрактом липы, их спокойно можно наносить в качестве ночной маски, никакой жирности, пленки, ничего такого они не оставляют, вообще вот эти маски увлажняющие, питающие, они как-то очень хорошо впитываются, даже если наносишь такой жирный слой, кожа их прям кушает, пьет, ест, да, вот, поэтому и на ночь таким тонким слоем, и на утро кожа бархатная, напитанная, если вот, допустим, у меня такое бывает, что я похожу по морозу, вот этот ветер, все, и я понимаю вечером, что кожа прям плохо, я наношу хорошим таким слоем вот эту вот масочку, и потом ее просто снимаю влажной салфеткой, либо сухой салфеткой, ну, то есть не смывая водой, просто так прохожусь, либо тампончиком ватным чем-то таким, и кожа восстанавливается. Вот у этой маски с экстрактом липы, маска молочная, у нее просто какой-то нереальный аромат липы, это просто самая настоящая ароматерапия, причем они довольно экономичные, вот в этой масочке объем 100 мл, здесь тоже 100 мл, их очень надолго хватает, довольно давно она у меня уже держится, в общем, это, знаете, такие супер рабочие маски, понимаете, вот, ну, антиэйдж, да, естественно, она не разглаживает какие-то морщины, ну, наверное, они разглаживают, у меня нет каких-то особо таких, вот, прям, заломов-заломов, да, но в целом это такая вещь, на которую можно положиться в вопросах увлажнения и питания кожи, это просто хорошая, рабочая, такая вот ежедневно-рутинная вещь, за какие-то смешные деньги 100 мл маски за 200 рублей, я считаю, что сейчас на косметическом рынке, ну, ничего такого уже не встретишь, именно чтобы это работало. И вот с таких вот недавних покупок я решила приобрести, вот, как раз-таки у косметолога я приобретала именно вот эту серию, это серия для жирной и комбинированной кожи, серия такая с розовым оформлением, это маска минеральная, природный минерал, черного моря, белая глина и сера, глубоко очищает поры, сужает, успокаивает воспаление и раздражение, способствует быстрому заживлению угрей, ну, вот, если расковыряешь, я так понимаю, да, оказывает антибактериальное, антикомедогенное действие, регулирует минеральный обмен, стимулирует обновление клеток, осветляет, улучшает цвет лица. Просто нереально крутая вещь, вот честно, она такая классная, я вчера ей воспользовалась, и мне эффект этот очень понравился, у меня в последнее время, у меня какая-то такая занятость появилась сильная, и я что-то немножко подзабила на свою кожу, у меня акне-постакне, я раньше очень много как-то уделяла этому внимания, в последнее время я вам покажу, чем я пользуюсь, то есть у меня какой-то минимализм вообще в ежедневной рутине наступил, и поэтому я заметила, что я обычно провожу себе механическую чистку сама с помощью специальных инструментов, и в последнее время я ее перестала делать, и заметила, что кожа у меня прям, ну, знаете, такая стала совсем жирная, цвет лица тусклая, почему-то я тоже решила и сыворотку с витамином С заказать, и я вчера сделала эту маску, и мне вот реально было такое ощущение, что у меня кожа прям задышала, то есть вот действительно, она, знаете, она такая, ну, тут, наверное, видно будет, да, она такая, ну, глиняная маска, в ней есть какие-то вкрапления, она дает такой эффект косметического пилинга легкого, и кожа прям начинает с ней дышать, она какая-то свежая становится, очень приятно после такой маски нанести хорошую такую сыворотку, что-то вроде с витамином С, или с каким-нибудь питательным компонентом, или что-нибудь такое, вы знаете, серьезное, запечатать все это кремом, ложишься от постели, чувствуешь, что ты позаботилась о своей коже. Девочки, 180 рублей, 180 рублей за классную маску в объеме 100 миллилитров, которая классно работает, конечно, они не делают чудес, это не Лямер, понимаете, это не Стеллаудер, хотя вы знаете, вот этот тяжелый люкс, который сейчас стоит просто неприлично, абсолютно неоправданные цены, я не могу сказать, что я уже проговаривалась об этом, я не могу сказать, что эти косметические средства делают какие-то чудеса, то есть, ну, я не понимаю, зачем платить больше, возможно, кто-то со мной не согласится, естественно, использование каких-то люксовых средств, красивые упаковки, это всегда такое визуальное наслаждение, тактильное, но если мы говорим про рабочие лошадки за небольшие деньги, вот, вот, просто супер, хвалила, хвалю и буду хвалить этот бренд. Отдельное спасибо хочется сказать продавцу, потому что абсолютно в каждую посылку, абсолютно в каждую, вот я заказала масочку, да, вот такую вот там, да, условно за 160 рублей, продавец мне положил их альгинатную маску, второй раз я заказала, он мне опять положил альгинатную маску, третий раз опять альгинатную маску, абсолютно в каждую посылку продавец вкладывает маску, В прошлые мои заказы он вкладывал тканевую маску. И тканевые маски от Charmant Cleo мне понравились просто безумно. Я об этом говорила. Я не люблю эти тряпки в сиропе. Мне кажется, они вообще ничего не делают. Корейские мне не заходят вообще от слова совсем. Но наша отечественная Корея, да, так называемая... Ну, это же корейский тренд. Вообще, это все пошло как бы из Кореи, да, тканевая маска. Мне их масочки очень зашли. Я пока не пробовала, но мне кажется, тоже будет здорово. Мне как-то, знаете, все не найти время на эту альгинатную маску. Хотя я знаю, что это просто супер вещь. Только, девчонки, не делайте их в соло. То есть, если вы решили себе сделать альгинатную маску, обязательно жирно нанесите какую-нибудь классную сыворотку, сверху альгинатную маску. И тогда сыворотка будет просто троекратно действовать. Огромное спасибо продавцу. Буду пробовать и потом оставлю свой отзыв. Также у Charmant Cleo есть продукция для мужчин. Своему мужу я заказывала вот такой вот крем. Дневной матирующий крем увлажняющий противовоспалительный защитный SPF4. У моего мужа тоже есть проблема акне. Но у него это проблема из-за гормонального лечения. К сожалению, он уже закончил лечение довольно давно, но акне так и не покидает его. Поэтому я периодически подбрасываю ему какие-то косметические средства. И я сама даже пользуюсь этим кремом, потому что он какой-то просто безумно комфортный. Я не знаю. Он... Вы знаете, есть такие кремы типа для жирной комбинированной кожи. И они не то чтобы сушат, но у них настолько минимальный увлажняющий эффект, что вот чуть-чуть они будут сушить. Вот здесь такого нет. Этот крем, он такой, знаете, довольно жирненький. Когда его наносишь, есть реальное ощущение, что что-то увлажняющее нанес на лицо. У него безумно приятная душка. Абсолютно не мужская. Такая, знаете, фруктово-ягодная, как будто бы такая вкусная-вкусная реально душка. Очень приятная. Он очень быстро впитывается. Оставляет такой, знаете, бархатный финиш. Ну, никакого блеска, ничего. Просто бархатный финиш. Ощущение увлажненности, упругости какой-то. Короче говоря, подворовываю я у мужа этот крем. Тоже был крайне недорогой. Хороший здесь объем. 50 мл. Очень классная упаковка с помпой. Все гигиенично. Абсолютно нет ни одного нарекания. Девчонки, в общем, проходите на Wildberries. Повторюсь, это не рекламная интеграция. Это просто мой честный отзыв. Благодарность производителю за то, что держит адекватную цену и радует покупателей нормальным качеством. Почему бы не прорекламировать, да? Вообще, к вопросу о рекламных интеграциях. На моем канале еще не было ни одного сотрудничества с какими-то брендами. Будь то парфюмерный бренд или косметический бренд. Я могу сказать свое мнение по этому вопросу. Я не против такого рода вещей. Если какой-то там бренд мне предложит, какое-то сотрудничество, я отказываться не буду. Но я хочу сказать сразу, что отзывы мои всегда будут объективными и честными. Никогда на моем канале не будет какого-то лицемерия, лукавства. Знаете, хороший мини при плохой игре. Такого на моем канале не будет. Но если какие-то бренды хотят с нами посотрудничать, welcome. Честный отзыв я гарантирую. Ну что, давайте я вам немножко расскажу, чем я пользовалась в феврале месяце. Повторюсь, у меня какая-то, знаете, у меня моя вот такая вот косметическая рутина как-то минимизировалась. И я вам могу сказать, что мне вся эта история очень нравится. Мне вообще очень сильно надоело какое-то захламление. В последнее время я стараюсь поменьше покупать косметики. Даже дело не в деньгах, а потому что, ну просто мне, как-то знаете, ну мне эстетически вот это не нравится. Мне не нравится эта куча банок в моей ванной, на этих полках. В принципе, я пришла к какому-то пониманию вообще, что для моей кожи надо, что для моей кожи не подходит, что подходит. Я лучше куплю какое-то одно средство. Оно будет подороже, допустим, да. Но оно у меня будет одно, а не тысяча банок вот этих вот. Что мы имеем в качестве умывания? В качестве умывания сейчас я пользуюсь вот такой вот вещью. Это молочко для умывания от марки Кинзаки. Я рассказывала о нем в покупках. Абсолютно осталось довольно этим молочком. Да, оно совершенно не бюджетное. И, возможно, оно не стоит этих денег. Во-первых, конечно, удовольствие, знаете, такое вот тактильно-визуальное, о чем я говорила ранее. Крайне приятная косметическая душка. Очень дорогая косметическая душка в стиле Кинзо. Молочко очень нежное, прекрасно пенится. Его нужно какое-то минимальное количество. Поэтому я думаю, что продукт будет крайне экономичный. Очень осталась всем довольна. Рада, что не пожалела на него денег. Ну, знаете, иногда хочется себя побаловать, да. В качестве тоника сейчас и уже довольно давно я что-то подсела на эти гидролаты. Снова Леврана. Это гидролат Шалфея. Кстати говоря, уже вот заканчивается. Надо будет покупать какой-то другой. Мой фаворит это все-таки лаванда. Я уже не раз говорила. Но Шалфей тоже неплох. Я амбассадор гидролатов Леврана, мне кажется, уже. Я не перестаю вам их рекомендовать. Это супер универсальная вещь. Он не оставляет ни липкости, ни жирности. Нормализует PH-баланс. Обладает противовоспалительным комплексом. Так как это эфирные масла. Шалфей и лаванда это антибактериальный такой спектр, да. Для кожи головы, для лица, для порезов, для ранок, для раздражений, после бритья. Это просто самая универсальная вещь. Стоимость около 300 рублей. Если вы еще не пользовались гидролатами, вы теряете время зря. Дальше. В качестве демакияжа я использую, вот уже заканчивается, из адвент календаря Паю. Это такой гелевый гаммаж. Ну, в общем, это такой гидрофильный бальзам. Как же он мне нравится. И как же меня душит жаба покупать полноразмер. Ну, что-то мне подсказывает, что все-таки я его куплю. Я прям, знаете, распробовала. После вот этого гидрофильного бальзама мне совершенно не хочется использовать больше гидрофильные масла. Потому что ощущения совершенно другие от этого продукта. Просто супер. В качестве крема я использую сейчас вот такой вот крем от Паю. Продолжаю его использовать. Как из прошлого дайджеста. Он довольно экономичный. Кстати, кто-то из моих девочек даже заказывал этот крем. Напишите мне, кто, по-моему, Софи, ты заказывала. Кстати, Софи тоже ведет свой блог. Очень приятно. Подтягиваются люди, да. Напиши, Софи, как тебе этот крем. Отпишись. Мне очень интересно. Потому что он довольно дорогой. Я, знаете, испытывала такую некоторую ответственность, что все-таки я его посоветовала. И кто-то прошел и купил его. И мне бы очень хотелось, чтобы ожидания человека на этот продукт оправдались. Я его очень люблю. Он действительно классный. У него интересная такая вот консистенция творожнистая. Он суперкомфортный. Он очень быстро впитывается. Не оставляет ни пленки, ни жирности. Вообще абсолютно ничего. Но дублить или покупать полноразмерие я все-таки его не буду. Ну, потому что это не тот продукт, который столько стоит. Вот я вот скажу честно. Наверное, просто есть более бюджетные кремы, которые дают такой же эффект. Просто их надо поискать. В качестве ночного ухода я использовала и использую. Ну, вот недавно начала, в принципе, использовать сыворотку Леврана с витамином С. Также в феврале я использовала вот про что я говорила. Это маска от PAYO. My PAYO маска Sleep and Glow с витамином С. Просто супер. Буду, скорее всего, покупать полноразмер. Просто обожаю. Все, что с витамином С, я просто обожаю. Также я использовала вот эту ночную маску от APU. Ночная маска Freshmade маска с чайным деревом. Прекрасно заживляет воспаление. Если что-то расковыряли. Хотя я в последнее время, слава тебе, Господи, перестала наконец-то ковырять лицо. Не знаю, что с мной произошло. Видимо, нет у меня на это какого-то эмоционального ресурса. В общем, раньше у меня какое-то, знаете, любое переживание. Какой-то небольшой стресс, тревога. Начинаю вот это все ковырять. Но сейчас уже как-то отучилась. Слава Богу. Супер вещь. Бюджетная, классная вещь. И вот чего я амбассадор. Мортек, это гидролатов Левран и вот этой вот ночной маски тыквенной от Tukul for School. Корейская маска. Здесь объем 100 миллилитров уже заканчивается. Представьте себе. Хотя, как это возможно? Потому что она безумно экономична. Я раньше покупала малютки. Потом решила, Господи, зачем? Ведь намного-намного выгоднее купить большую. Кто ее купил по моей наводке, пожалуйста, отпишитесь. Потому что я знаю, что кто-то покупал из девчонок. Очень классная. Не перестаю рекомендовать. Но она просто все проблемы решает, какие только можно. И воспаление снимает, и тон выравнивает, и улажняет, и питает. И, в общем, все 33 удовольствия. Это как бы энзимная такая вот маска. То есть она еще и обновляет кожу как бы. Ну и, естественно, SPF всему голова. Начала сейчас использовать с начала марта. Потому что уже так разыграло солнышко. Я езжу за рулем, и вот так вот, вот так вот это солнце, все мне. Я крайний раз вот ехала и думала, блин, надо уже, как-то вспомнила про SPF. Думаю, надо уже начинать SPF. Я использую вот такой вот SPF от Clorans 50+. Мне он подходит. Вы знаете, вот подбор SPF это такая индивидуальная вещь. Я не знаю, я очень долго подбирала свой SPF. Как-то, знаете, ну потому что кожа проблемная. Вот это все, вот эти SPF плывут. Мне нужен был такой SPF с новыми фильтрами, которые не нужно постоянно обновлять. Потому что есть SPF, есть с физическими, есть с химическими фильтрами. Вот эти физические фильтры, во-первых, они выбеливают лицо, что мне категорически не нравится. Во-вторых, их нужно обновлять. Здесь современные фильтры обновлять не нужно. Даже после водных процедур не нужно обновлять. В общем, довольно в этом плане такой комфортный крем. В принципе, не сильно жирнит. Ну, жирнит, но не сильно. Я такие, ну, как бы, мне терпимо. То есть, да, поэтому не знаю, рекомендовать ли вам его или не рекомендовать. Но я на нем как-то остановилась. Очень жаль, что Clorans задрали просто неимоверно ценник. Надеюсь, они как-то это исправят. Хотя, господи, как вообще наивно на это надеяться. Нормальная душка. Ну, в общем, пользуюсь. Посмотрю дальше, буду ли я его повторять. Посмотрим, какая на него будет цена. Если больше трех тысяч, то, ну, извините, уважаемый Clorans, но вы просто охренели. Что касаемо масок. Все, что я показала от Charmin Cleo, я использовала в феврале и продолжаю использовать. И мое неповторимое, я хотела сказать трио, нет, мой неповторимый квартет. Это маски от Кристины. Ванильная для сухой кожи, клубничная для нормальной кожи, азуленовая и яблочная. Яблочная это для комби, она у меня появилась самая первая. Вот так вот они выглядят, эти масочки. Ну, я про них тоже уже очень много раз рассказывала. Это те маски, которые абсолютно оправдывают свою цену. Ну, тут уж как бы ничего не скажешь. В клубничной там есть ретинол, по-моему, и в ванильной есть ретинол. Азуленовая это супер вещь после пилингов. После, если когда приходишь с мороза, лицо такое, знаете, от воздействия температур очень классно успокаивает. И яблочная, она с фруктовыми кислотами. Ну, тут как бы все понятно, да. Такой эффект обновления. Девочки, если вы еще не пробовали вот эти маски от Кристины из серии C-Herbal, я вам очень рекомендую, потому что, ну да, они стоят недешево. Но это профессиональный израильский уход, который уже, мне кажется, себя очень хорошо зарекомендовал. То есть, ну что тут говорить, Кристина, это Кристина. А банок-то все меньше и меньше, обратите внимание, становится, да. Что касаемо тела? Для тела я использовала в феврале с огромным удовольствием. Прям, знаете, ей даже не надоедает, что на меня не похоже. Вот этот вот гель для душа от Пайо. Боже, какая же у него просто, ну, просто обалденнейшая душка. Я даже не понимаю вообще, что это за душка. Питательно-очищающий гель для душа. Ну, вообще, это бальзам считается, как бы, для душа. Да, бальзам. Не знаю, почему они написали гель. С чем-то он, с медовыми цветами какими-то, короче, не очень понятно. Но, в общем, это такая дороженная-дороженная люксовая пудровая душка. Боже, просто потрясающая вещь. Также с точно такой же отдушкой. Вот это вот молочко. 24 часа увлажнения. Какой-то, короче, экстракт, мультифлауэр, хани-экстракт. Не знаю, что. Медовые цветы какие-то, мультифлауэр. Ну, в общем, ладно. Какое-то медовое разноцветие, видимо. Потрясающий продукт. Абсолютно не надоедает отдушка. Хотя она довольно такая, знаете, сильная. Такая пудровая-пудровая парфюмерная отдушка. Муж постоянно делает комплименты, что от меня вкусно пахнет. Обожаю эти средства. Очень рада, что приобрела их. Это вот, понимаете, после адвент-календаря. Все, я искусилась. Мне сразу все стало надо. Но вот об этих покупках я вообще не жалею. Это просто что-то невероятное. Это такое удовольствие от использования. Я, кстати, в прошлом дайджесте о ней говорила. Туда же крем. Вот поет для рук. Это, по-моему, с лотосом крем. Что-то такое. Он такой милый. Он такой классный. Он так радует мой взгляд на полочке. Легко, очень быстро впитывается. Приятная отдушка. Нормальный увлажнение. Ну, не питательный такой увлажняющий крем. Ну, слабенький на самом деле. Но мне вот сильно питательный. Это, в принципе, и не нужны. Очень классный кремчик. И также для тела, для рук, для всего остального я использовала вот этот вот. Использую вот этот вот бальзам Beauty Butter от Zeytun с мандарином и гранатом. Обожаю. Он супер универсальный. Показывала видео о покупках. Вот это крайнее видео, где я показывала парфюмерию от Kinzo. Просто нереально крутая вещь. На локти, на пятки, на губы, на лицо. Я не знаю, вообще на все, что можно. Я его, знаете, обычно после душа на распаренное тело. Горячим пальчиком сюда. И, в общем, просто суперэкономичный. Ну, да, стоит рублей 600, по-моему, он или как-то так. Но он очень экономичный. Поэтому, я считаю, цена, правда, на обожаю косметику Zeytun за их упаковки, за их отдушки, за их качество. Тоже, вы знаете, это такая марка, которую я прям люблю. И мой любимый, прям, знаете, экономлю в последнее время спрей от Faberlic Dream Therapy с мелатонином. О, боже, какая же у него приятная душка. Я уж не знаю, есть ли там какой-то мелатонин или что-то. Но это просто нереальная вещь для орошения подушек, помещения, себя любимой. Ну, я раньше как-то так густо на тело его распыляла, он абсолютно беспиртовой, супер. А сейчас встала просто на волосы и на подушечку. И спиться с ним очень-очень хорошо. Какая-то у них там запатентованная технология для более быстрого засыпания, бодрого пробуждения. Какой-то здесь они запатентовали Dream Sense какой-то технологии. В общем, Faberlic, как обычно, патентует свои уникальные научные разработки. Ну, просто, ну, настолько приятная душка, ну, просто слов нет. Для волос. А для волос вот этот вот шампунь тоже из недавних покупок от марки Freshline серия Клео. А это у нас шампунь для волос, для частого использования, для чувствительной кожи головы. Обалденный оказался шампунь. Я думаю, я еще, знаете, он же в таком маленьком объеме, 75 мл. Я думаю, боже, ну это мне на неделю. А он такой густой оказался. У него потрясающая душка, идентичная от душки от Clorans из серии Jure. Такие были у них оранжевые кремы, оранжевая линейка. Не знаю, есть ли она сейчас в продаже или нет. Потрясающий шампунь. Очень хорошо промывает, успокаивает кожу головы. Как-то, знаете, волосы с ним, кстати, сильнее не грязнятся, несмотря на то, что он натуральный. У меня прям к нему рука тянется, тянется, тянется. И прям ничего другое не хочется использовать. Также вот этот вот бальзам, это тоже из недавних покупок. Это маска для объема, очень густая. Такая маска-бальзам очень густая, очень экономичная, с ароматом яблочко. И вот эти вот какие-то тут компоненты, которые защищают якобы от термовоздействия и так далее. В общем, такая термозащита. Они начинают работать именно, когда вы воздействуете на волосы приборами для горячей укладки. То есть, будь то фен или утюжок или что-то такое. Довольно интересная вещь. Уж не знаю, защищает ли он что-то там или нет. Но волосы с ним послушные, мягкие, какие-то более толстенькие, что ли. Не знаю, мне очень этот продукт понравился. Я прям чувствую, что продукт работает. Что это не просто как какой-то крем нанес, смыл и ничего. А вот волосы с ним действительно выглядят, как мне кажется, очень даже прилично. Ну и вот такая вот несмывашка от марки Angel уже половину с использовала. Не знаю, мне кажется, вы даже видите. Давным-давно, на самом деле, покупала еще, по-моему, по осени. Ей очень нравится. Кремовый продукт, защищает от термовоздействия, смягчает волосы. Это профессиональная косметика Angel для парикмахеров. По-моему, в парикмахерских их используют. Покупала на Валберес. Замечательная вещь, вы знаете. Такая какая-то легкая косметическая душка. Абсолютно не грызнит волосы. Силиконы там содержатся. Я силиконов не боюсь в косметике для волос. Пользуюсь с огромным удовольствием. Знаете, вот такая вот тоже хорошая рабочая лошадка, которая всегда тянется рука, и она всегда безукоризненно выполняет свою работу. Ну что, мои хорошие, с косметосом мы с вами расквитались. Давайте теперь поболтаем о том, о сём, с миру по нитке, да. Значит, что? Хотела я вам анонсировать видео парфюмерное, которое в ближайшее время выйдет на канале. Это всё последствия слепых затестов от моей дорогой Юлии. Я ей на самом деле очень благодарна, потому что очень-очень жалко, что так мало набрало просмотров это видео. Девчата, если вы ещё не смотрели видео, посылочка от Юлии со слепыми затестами, с её замечательными подарочками, обязательно, я оставлю ссылочку под этим видео, обязательно пройдите, посмотрите, потому что такие у меня эмоции, столько радости. Я хочу, чтобы они вам передались, эти лучики счастья. И, в общем-то, последствия слепых затестов. Заказала же я ароматы слепых затестов, девчонки, самый первый, который мне попался. Юлечка мне говорила, что она положит этот аромат, но я его как-то сразу не узнала. Конечно, я могла бы вам сейчас рассказать про этот аромат, но вы же меня знаете, я коротенько не умею. Я хочу с чувством, с толком, с расстановкой, но всё-таки немножечко, знаете, вам оставлю такую интригу. Это ведь вершик от Новой Зари. Мы тут с девчонками в Телеграме всё пытались понять, снятость это, неснятость. В общем, кто-то из наших даже написал в Новой Зарю, ответили, что никакая неснятость, ждите, поставки будут. А я потому что так расстроилась, я взяла себе пятнашку и взяла её за 350 рублей. Захожу на Валберис, ну буквально через несколько дней уже 490. То есть, понимаете, как-то все напряглись, но просто аромат настолько меня вообще покорил. Я сегодня им облилась. Это как бы аромат мужской. Мне муж даже, представляете, вот сейчас перед съёмкой видео, что-то он такой меня обнял. Я там бегаю туда-сюда, эти банки нашу, он такой обнял, шею так, знаете, нюхает и говорит, как ты вкусно пахнешь, понимаете? А это как бы аромат мужского. В общем, будет видео, девчонки, очень хочу вам о нём рассказать. Я хочу, чтобы все попробовали, видите, вершик от Новой Зари. Не побоюсь этого слова, он войдёт. У меня есть видео, тройка, звёздная трио от Новой Зари, мои любимчики из Новой Зари. Вот Best of the Best, он входит туда. Всё, у меня образовался квартет любимчиков, поэтому ждите. Видео на канале будет. Следите. Это невероятная вещь. Мои дорогие, что вы сейчас смотрите? Какие фильмы, какие сериалы? Обязательно пишите в комментариях. Мы сейчас с мужем смотрим, ну вот уже заканчивается фактически сезон. All of Us, один из нас, он, да, кажется, называется от HBO сериал. Вы знаете, я сначала смотреть его совершенно никак не хотела, потому что он снят по мотивам игры компьютерной. Я и компьютерные игры, это просто свинья в апельсинах. Муж любит играть в игры. И он мне прям, ну давай, ну давай. Я говорю, да ну муть вот это вот. И не оторваться. Вот сегодня понедельник, я каждый понедельник. Ну что, ну вышла серия, ну вышла серия. Мы смотрим, вышла ли новая серия. Он говорит, нет, не вышло, во вторник. И вот мы с таким вообще удовольствием вот этот час вдвоём проводим. Мне сериал этот очень нравится. Конечно, в нём присутствует вот эта вот как бы ЛГБТ-повестка. Об этом многие говорят. Вот там была, по-моему, вторая серия. Ну в общем, кто смотрит, тот понимает, о чём я. Была вторая серия про двух гомосексуалистов, про их отношения. Ну как бы я к этому отнеслась не то чтобы, да. Ну многие, конечно, были недовольны, что зачем вот опять в сериал муж мой был очень недоволен. Зачем опять в сериал пихать вот эту вот как бы, да, историю. Но как-то, знаете, я к этому отнеслась просто как к истории двух людей, которые в постапокалиптическом мире пытаются выживать и при этом ещё любить. И как-то, ну в общем-то, ну смотря как к этому относиться, да. Хотя, конечно, ну мозолит эта история глаза. Кто не смотрел, о чём этот сериал? Этот сериал о такой мир постапокалипсиса, инфекция, которая поглотила всё человечество. На самом деле не советую смотреть очень восприимчивым людям, потому что довольно много травматичных таких вот подробностей, кадров. Ну мне как тревожнице было смотреть тяжело. Это история мужчины и девчонки, сиротки, у которой есть иммунитет к этой инфекции. И вообще вот в этом мире там есть такое определённое агентство, да, то есть как, ну государство и оппозиция, цикады. И вот они между собой, и вот эта вот девчонка, она переметнулась к цикадам, маленькая вот эта вот девчонка переметнулась к цикадам, и они, значит, просят вот этого Джоэла, да, главного героя, её, ну там такой бартер у них своеобразный, её переправить в другой пункт к цикадам. У них там какая-то лаборатория, чтобы они с помощью неё помогли изготовить эту вакцину и спасти мир, да. И вот, значит, это такой путь, как они идут, с какими препятствиями они сталкиваются. Немножечко параллельно рассказывается о их бэкграунде, да, как они жили. Главный герой Джоэл, он когда-то потерял свою дочь, да, подростка, когда началась вот эта вся история, полицейский застрелил его дочь, потому что не было понятно, заражена ли она или нет. В общем, очень много людей, ну как бы, расстреливали там. Ну такие вот, ну очень тяжёлые кадры на самом деле, потому что непонятно, заражён, не заражён. Они разбомбили просто всю планету, потому что это такая там инфекция, такие грибы, то есть они расползаются, это вот эти вот зомби с головой гриба. Но это, конечно, ужасно всё выглядит. Классный грим, классно всё сделано. Конечно, очень такой высокобюджетный получился сериал. Кто не смотрел, очень рекомендую, потому что как раз за поем посмотрите сразу много серий. Вот мы смотрим с самого начала, ждём каждую серию. Очень интересно, чем закончится. Но я приблизительно понимаю, чем закончится. Ну как бы это не спойлер ничего. То есть как бы Джоэл-то думает, и девчонка-то это думает, да, Элли, что её как бы привезут, там возьмут кровь, что-то ещё. Но, конечно же, скорее всего получится так, что ей придётся пожертвовать своей жизнью, да, ради того, чтобы они смогли изготовить какую-то вакцину и так далее. Потому что у девчонка, вот первая, у которой есть этот иммунитет, да, от этого вируса, потому что её кусают, вот эти вот зомбаки, а ей как бы ничего не делается, да. Но, скорее всего, ей придётся отдать жизнь, и у Джоэла тоже, да, станет выбор, либо отдать её, да, либо как бы, ну, отказаться от этой затеи, потому что он привязался к этому ребёнку, он потерял свою дочь, и как бы всё равно. Хотя там есть такие моменты, когда он ей говорит, ты не моя дочь, мне пофиг на тебя, да. То есть он, ну, человек очерствевший, да, но несмотря на это, пройдя с ней этот путь, он всё-таки понимает, что они сроднились, да. Да, дочь не вернёшь, но эта девчонка, они многое вместе прошли. Там очень многое, вот просто очень сложно объяснять это, как бы мне не хочется тут полчаса на это тратить, да, эфирного времени, так скажем. Вот, но сам факт в том, что эти люди сроднились, они многое прошли, там очень много есть этих сцен, да, и трудностей, которые они вместе прошли. Очень рекомендую к просмотру. И буквально вчера муж мне предложил посмотреть сериал, это новый наш сериал, Король и Шут. Мне никогда группа Король и Шут не нравилась, честно говоря, я никогда её не слушала. Это не мой жанр, хотя я такая, знаете, рок-душа, я очень люблю рок-музыку, я неоднократно уже об этом говорила. Ну, знаете, я как-то так больше люблю такую старую школу. Я очень люблю Pink Floyd, ну, вы знаете, вот такие вот какие-то варианты. КОНЕЦ Ну, довольно интересно. Такой сериал, знаете, с элементами мистики, с элементами хоррора, с элементами какой-то такой. То есть это не просто такая вот биография, художественный такой фильм. Нет, там очень много таких каких-то моментов, фэнтези какого-то. Ну, довольно интересно. Возможно, сегодня вот тоже посмотрим новую серию. Как всегда, вот это вот со всеми сериалами так. Муж мне говорит, предлагает что-то. Я говорю, да я не хочу, это не мое, я не буду. И каждый раз я остаюсь в восторге. И так у нас было с сериалом «Во все тяжкие», который я ни в какую не хотела смотреть. Сиди нахер! Так у нас было с «Игрой престолов», в которую просто я каждый вечер говорила, Коля, давай, пожалуйста, новую серию. Он говорит, нет, типа, все, там, завтра рано вставать, давай отложим. Я говорю, ну, пожалуйста. Или там посмотрим серию. И начинается, давай еще одну, пожалуйста, давай еще одну. Он говорит, нет, уже поздно. Ну, пожалуйста, давай еще одну. Рисита, что? Вез по паеллеру, что в 2 часов, они уже здесь. И в бании два, и в шанклах. Я не дам времени, и в бании два. Я иду на плечо. Я иду на море. И ты? И ты? И ты? А без него ж не посмотришь, понимаете? Хотя он уже по второму кругу. Потом, значит, такое своеобразное продолжение сериала «Во все тяжкие», это «Лучше звоните Соло». Вот про этого адвоката Соло тоже. Но мы его что-то не досмотрели, я уж не помню почему. То ли времени не было, то ли что-то еще. В общем, знаете, как бывает, смотришь сериал, потом пропускаешь, там месяц его не смотришь, и уже дальше и как-то и не хочется. Вот так у нас получилось «Лучше звоните Соло», и мы с мужем недавно эту тему обсуждали. Он говорит, блин, надо, может, начать снова его смотреть. Ну, сейчас вот смотрим как бы два сериала «Король и шут», и вот этот вот один из нас. Что касаемо чтения, все очень плохо. Я вообще перестала читать. У меня нет на это времени, и я очень сильно… Ну, как нет времени? Я очень сильно по этому поводу разочаровываюсь, потому что я могла бы его найти, но я почему-то перестала его находить. Чтение всегда раньше мне помогало справляться с тревожностью, но я в последнее время начала замечать, что я не могу оторваться, и мой режим сна просто покатился в какую-то пропасть, потому что я не могу просто взять, прочитать условные 20 страниц и лечь спать. И, наверное, это поспособствовало тому, что я перестала читать. У меня вот накопились книги, новинки, которые я купила. Я сейчас вам их покажу. Вот такие вот две новых книги. Первая книга – Канаэ Минато. «Виновен. Абсолютный бестселлер в Японии». Вообще японские триллеры, японские вот эти детективы – это всегда такая особая атмосфера. Я люблю японские такие вот романы. «Роман, прочитанный каждым сотым жителям страны восходящего солнца». Очень классная обложка, мне очень нравится дизайн такая. Ну, не странно, что она мягкая, очень стильная такая. «На основе романа снят популярный телесериал». Мне всегда так это нравится, я всё время так, знаете, думаю, «Блин, потом сериал, можно посмотреть классно». И я никогда их не смотрю, эти сериалы в итоге. Так, настроились. «Кадзухиса Фукасе – убийца. И ничего больше. Лишь одна эта звенящая строчка в письме, отправленном незаметному стеснительному молодому человеку по имени Фукасе. И точно такие же анонимные обвинения в убийстве получили ещё трое его приятелей. Нет сомнений, автор этих писем намекает на трагическое событие, случившееся с их другом несколько лет назад. «Тогда пятеро лучших друзей поехали отдыхать в загородный дом неподалёку от горнолыжного курорта, и один из них сорвался на машине в пропасть. Трагедию признали несчастным случаем, но оставшиеся четверо, терзаемые чувством вины, прекрасно знают, о чём им нужно молчать. Молчать до последнего». Так классно, и я просто не читаю, понимаете? Вот лежит оно и мёртвым грузом. И вторая книга из этой же серии, тоже такая одложка, ну, тоже издательство. Это у нас «Эн Клиффс». Книга легла в основу сериала «Вира». Да, то есть, понимаете, по сериалам всё. Рассказывая сказки. 10 лет прошло с тех пор, как Джинни Лонг обвинили в убийстве 15-летний Эбигейл Мэттнелл, а теперь обитатели Йоркширской деревни Элвит с ужасом узнают, что появились новые улики. Джинни невиновна, значит, убийца Эбигейл всё ещё на свободе. Для Эммы Беннет это возвращение в тот жуткий зимний день, когда она обнаружила тело своей жизнерадостной подруги в холодной канаве. Господи, ужас. Инспектор Вера Стэнхоуп начинает новое расследование в прибрежной деревне. Её жители вынуждены вернуться в то время, о котором они надеялись забыть. Напряжение нарастает. Но чего они боятся больше? Убийцу или, собственно, постыдного прошлого? То есть, здесь тоже такой момент. Что-то люди знают и о чём-то молчат. Так же и здесь. Постепенно Вера узнаёт историю каждого из них и всё больше убеждается, что вскоре ей предстоит раскрыть несколько страшных тайн. Немножко перекликаются эти истории между собой. Ну и мои хвосты с прошлого книжного видео о моих книжных покупках так и лежат. Вот эта книга «Провал», «Шведский детектив». «Шведский детектив» — это отдельная такая вот история. Это довольно затянуто всегда, атмосферно. Не буду тратить ваше время. Рассказывала про него. Также «Мой хвост охоты за сокровищами» — итальянский детектив. И начала читать довольно интересно. Но вот всё на нём и застопилось без следа. А вы всё помните о своём детстве. Не знаю, вот как у меня закладочка интересная. А, это знаете что? Это бирка. Бирка, по-моему, кстати, вот от этого платья Фред Перри. По-моему, это от него. Что здесь такое написано? Да, это от этого платья. Мне очень нравится просто этот логотип Фред Перри. Ну, в общем, не знаю. Надо как-то себя заставлять снова читать. Потому что чтение, оно действительно разряжает мозг как ничто другое. Из последних новостей. Говорила об этом немножко во влоге и в своём телеграм-канале об этом говорила. Кстати говоря, влог последний абсолютно не набрал просмотров и лайков. И мне очень обидно за это, потому что я стараюсь для вас. И у меня вообще была идея убрать влоговый формат на своём канале. И я у девчонок у своих телеграм-канале спросила, оно вам вообще надо? Может вообще перестать их снимать? И вы, девчонки, вы мне написали, нет, пожалуйста, сними, мы ждём. Очень интересно. Очень обидно, потому что 300 просмотров для моей аудитории, но это вот прям очень плохо. Обязательно переходите, смотрите мой новый влог. Он получился очень позитивный, интересный, на мой взгляд. Так вот, к чему я всё это начала говорить. На носу 8 марта. Сегодня какой уже? Шестое часок. Савтра, кстати, у моего папы день рождения. На 8 марта я себе заказала такой подарок. Я себе заказала топпер. Топпер, топпер это такая вещь, это что-то типа матраса, но он без пружин, он довольно тонкий. Ну вот я заказала самый, который, наверное, самый толстый, который бывает. Это 10 сантиметров. Очень долго выбирала, очень много читала отзывов. И бюджет у меня был 7-8 тысяч. В итоге я заказала его за 13. И в ближайшее время я сниму на него обзор. Он мне, по-моему, должен прийти то ли 10-го, то ли 11-го числа. Я, если честно, очень жду, потому что я просто устала уже спать на этом раздолбанном матрасе. У меня, я сплю на разложенном диване, и там такой пружинный матрас. Он когда-то был нормальный, но сейчас эти пружины просто упираются мне вообще во все места. Несмотря на то, что там лежит и одеялко, и еще одно одеялко, ну такое обычное синдепоновое. И какие-то простыни, и какие-то махровые простыни. И это все превращается просто в какую-то кучу, вообще кучу малу, да. Вот, поэтому я все это хочу убрать. И он латексный, там куча разных слоев. В общем, я надеюсь, что это будет удобно, что это как-то будут какие-то новые приятные ощущения. Потому что я уже просто ловлюсь на мысли, что я просыпаюсь с больной спиной. А вот этот топпер, он такой ортопедический, то есть он как бы поддерживает ваше тело. Там разные зоны, ну как вот независимые пружины, а там просто вот такой материал memory, да. Который, ну вот как есть такие ортопедические подушки, которые нажимаешь на них, да. Они сохраняют, ну вы поняли, да. Вот эта ямка сохраняется. То же самое с контурами тела. И еще я решила обновить немножко постельное белье. Сейчас вам покажу. Просто хочу порекомендовать. Вот блин, наверное, я неправильно поступаю, но никаких вот опять-таки рекламных интеграций. Всего чистого сердца советую, знаете, как бы так это, за бесплатно. В общем, но я ж люблю свою аудиторию. Я хочу вам всегда советовать что-то хорошее, что-то лучшее. Чтобы вы, когда не знаете, что выбрать, последовательному советую и купили что-то действительно хорошее. Ну почему бы и нет. В общем, на Яндекс.Маркете я заказала вот такое вот постельное белье. Вы знаете, такая цивильная вещь. Ну, постельное белье же обычно дарят. И всегда хочется, чтобы это как-то выглядело прилично. Да, чтобы не стыдно было подарить. Вы знаете, это так здорово. В общем, посмотрите. Вот такая вот, вот такая вот двух, как это, двухсекционная вещь. Я уже своим в Телеграме пишу. Мне тут книга одна пришла. Я ее открываю и ничего прочитать не могу. Да, что это за язык? Мне кто-то написал цветочный. Посмотрите, как здорово это все выглядит. Здесь вот такая вот какая-то эти, как это здесь? Здесь был, по-моему, кусочек ткани вложен, но он куда-то делся. Да, приклеен был кусочек вот этой вот ткани. Посмотрите, как все цивильно. Посмотрите, как все красиво. Мне очень важно, чтобы белье постельное было мягкое. Ну, как-то вот, не знаю. Я обычно раньше в Ikea покупала белье. Оно жестковатое, но после первой стирки прям становится мягчайшим. Вот. А здесь даже еще вот сновья до стирки, оно довольно мягкое. Это сатин. Да, это сатин. 100% хлопок. Сатин. Комплект постельного белья. Двух с палка. Эйфория. В общем, вот показываю. Миокара. Кто на подарок, допустим, вот Миокара. Очень все цивильно, добротно сделано. Белье мягкое, красивый принт. Ну, вот видно, да, какой здесь принт. Мне очень понравилось. У меня такие фиолетовые тона тут в комнате. И здесь вот тоже нежно-зеленый. Такие какие-то розово-фиолетовые цветочки. Вот. Я его простираю, поглажу. Придет мне мой новый топпер. Я это все застелю. Я буду так кайфовать. Я так жду. Такая вот красотища. Ну что, мои дорогие, эфирное время подходит к концу. Я вас благодарю, что вы были со мной. Я надеюсь, что вы провели со мной приятное и полезное время. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь и дублируй. Переходите в мой телеграм-канал. Я всегда вас там рада видеть. Целую вас. Обнимаю. Удачных вам покупок. Весеннего настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok